Со следующего года Украина перейдет на страховую медицину. Об этом в Одессе заявила заместитель министра здравоохранения Оксана Сивак. Реформу начнут внедрять с июля 2017. Плюсы и минусы страховой медицины узнавала Анна Грынев. Врач на ваше усмотрение, никакой привязки к прописке, высокий сервис и отсутствие коррупции. Именно так должна выглядеть украинская страховая медицина с июля следующего года. Об этом в Одессе рассказала заместитель министра здравоохранения Оксана Сивак. Лечиться вы сможете в любом удобном для вас государственном учреждении. Врача выбираете самостоятельно. Именно такой механизм позволит начать честную конкуренцию. Ведь за пациентов, а соответственно за их страховые контракты, медики начнут соревноваться, улучшать сервис, услуги, уровень своих знаний. Об этом нам рассказывает общественный активист и волонтер Ирина Потоцкая. Вот это вот знаменитый месседж «деньги движутся за пациентом» – это очень правильная ситуация, которая должна быть правильно организована. Каждое лечебное учреждение выиграет только от того, что у него будут высококлассные специалисты, хорошее оборудование и хороший сервис при оказании медицинских услуг. Но есть и уже видимые минусы такой системы. Больше контрактов, больше возможностей, но и больше шансов, что такое успешное медучреждение отдадут в частные руки. В этой ситуации, например, интереса для продажи и передачи в частную собственность у высококлассных лечебных учреждений сегодняшних бюджетов рисков появится значительно больше. То есть такое предприятие интересно. Оно хорошо оснащено, у него хорошие специалисты, у него хорошая репутация. В остальном будущая реформа скажется на украинцах позитивно, ведь пакет медицинских услуг будет распространяться на всех без исключения граждан. Но и главный момент, волнующий многих – цена такой услуги. И все бюджетные, и все частные лечебные учреждения, да и все государственные предприятия, они обеспокоены, они не понимают, что будет происходить конкретно. Да, все понимают, что идеологически верно, а процедурно непонятно. Переход от условно-бесплатной к страховой медицине продлится около трех лет.